Опыт Узбекистана по противодействию принудительного труда был в центре внимания участников брифинга, прошедшего в формате телемоста между Ташкентом, Вашингтоном и Женевой. В центре внимания были итоги так называемого мониторинга третьей стороны, проведенного в ходе хлопкоуборочного сезона 2021 года совместно с Международной организацией труда. Представители ответственных министерств и ведом свыше 30 зарубежных организаций, в том числе Международной организацией труда, руководство Всемирного банка, специалисты общественно-политических, экспертно-аналитических, бизнес- и медиакругов, мозговых центров и зарубежные дипломаты, основной состав участников нынешнего онлайн-брифинга. В повестке дня основные выводы доклада «Мониторинг третьей стороны МОД», в котором представлены предварительные оценки ситуации в сфере принудительного труда в ходе хлопковой страды 2021 года в Узбекистане. Отмечала, что под руководством лидера Узбекистана сторона вступила на путь реформ, который включает модернизацию прежней плановой экономической модели в сельском хозяйстве и искоренение исторических проблем с детским и принудительным трудом при ежегодном сборе хлопка. Отправной точкой стала отмена системы государственного заказа на производство хлопка. Также введена уголовная ответственность за детский и принудительный труд. Были улучшены условия труда, увеличена заработная плата, а также предпринят комплекс мер, который способствовал полному искоренению системного принудительного труда в Узбекистане. Сотрудничество Международной организации труда с Узбекистаном, а также зарубежными партнерами дали хорошие результаты. Узбекский хлопок полностью свободен от систематического применения детского и принудительного труда. В ходе визита в Узбекистан в 2017 году и встрече с президентом Узбекистана я убедился в интересе к расширению сотрудничества с Международной организацией труда. В настоящее время у Узбекистана есть возможность реализовать свою цель по выходу на новый уровень. Вместе с тем, благодаря политической воле руководства Узбекистана, адресной деятельности государственных органов, а также вовлеченности активистов гражданского общества и масс-медиа удалось достичь значимых результатов. Более двух миллионов детей и около полмиллиона взрослых освобождены от принудительного труда по любым показателям, что является значительным результатом. Согласно результатам мониторинга третьей стороны, то в Хлопковой эстраде 2021 года участвовали 13% трудоспособного населения. Данный процесс длился 24 дня. Средняя оплата труда сборщиков составила 175 долларов. Главный технический советник МОД Йонас Аструб отметил, что 11 тысяч интервью, проведенных со сборщиками Хлопка, свидетельствуют о полном искоренении систематического принудительного труда в республике. В этом году, если было 1%, я хочу сказать, что ни в одном государстве полностью не искорен принудительный труд, но в прошлом году эта цифра составила 4%. До этого цифра составила 14%. Если будем анализировать механизм обратной связи, тоже созданный при участии Всемирного банка, в 2019 году к нам поступило более 2000 обращений в ходе Хлопковой компании о принудительном труде и о плохих условиях труда. В 2020 году эта цифра уже составляла 980 обращений. В прошлом году, в 2021 году, эта цифра составляла 139 обращений. В пяти случаях выявлены и доказаны принудительный труд, и должна становиться виновной в этом, чтобы были речены конструктивной ответственности. В целом подчеркнута приверженность Узбекистана дальнейшей имплементации ратифицированных конвенций МОД и обеспечению достойных условий и справедливой оплаты труда. В частности, только в 2021 в этом направлении принято 16 нормативно-правовых актов. Эксперты отмечают, что нынешние достижения Узбекистана связаны со всеобъемлющим подходом и стремлением соответствовать международным стандартам, которые открывают новые экономические возможности. Реформы, осуществляемые в Узбекистане, превзошли ожидания Всемирного банка. За короткий период, с момента запуска программы, достигнут значимый прогресс. Улучшение стандартов труда и другие меры позволят открыть Узбекистан для мировых брендов и текстильных компаний, создавая новые рабочие места, в том числе для женщин. Кроме того, предоставление Республике Евросоюзом и Великобритании статуса страны-бенефициара специальной системы преференции до устойчивого развития и эффективного управления GSP Plus является признанием важных социально-экономических преобразований в Узбекистане. Всемирный банк готов и далее поддерживать процесс реформ в Узбекистане. В ходе брифинга была выражена приверженность дальнейшей поддержки усилий страны по внедрению стандартов эффективного корпоративного управления и достойных условий труда, диверсификации кластерного производства и выхода на мировые рынки. Обсудили перспективы дальнейшего развития международного взаимодействия по противодействию принудительному труду.